Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 30 мая, день Евдокии, она была дочерью Суздальского князя, с младенческих лет воспитанная в духе христианского благочестия. В 1367 году она стала супругой благоверного великого князя московского Дмитрия Донского. Их счастливый союз был залогом союза и мира между московским и Суздальским княжествами. Любовь к супругу и детям княгине Евдокии освящалась ее любовью к Богу. Дела христианского милосердия княгине и ее супруг сочетались с подвигами поста и молитвы. В народе верили, что по этому дню можно судить, каким будет лето. Как правило, в это время дует достаточно сильный ветер. Читалось, к этому дню появляется большое количество змей и надо соблюдать осторожность, отправляясь в леса или поля. В православной церкви также почитали святого Ондрона. Согласно однородным верованиям, он является сторожем небесных ворот. Для того, чтобы пошел дождь, молились ему. Приметы. Если идет дождь на растущую луну, лето будет дождливым. Если дует северный ветер, лето будет холодным. Если яблони, сирени и рябини в цвету, иди на рыбалку, будет хороший клев. Двадцать шестые лунные сутки. Второй день Икадаши. Энергетика этих лунных суток мощная, возбуждающая. Именно поэтому этот день считается критическим. Ни в коем случае сегодня нельзя сосредотачиваться на повседневных заботах. Лучше всего, это огромную энергетику направят на свое созидание. Например, на 24-х, либо 36-ти часовой голод. Пусть она обновит и очистит тело. А сознание успокоит. Кстати, сегодня сторонитесь суетливых, мелочных людей. Иначе они могут втянуть вас в ненужные разборки и испортить настроение. Что касается физической новорождки, то она должна быть спокойна и приятна. Погуляйте с приятным для вас человеком, пообщайтесь о возвышенные темы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!